Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев На двусторонней встрече с Владимиром Путиным Ильхам Алиев отметил позитивные стороны от подписания нового соглашения, целью которого является разблокирование транспортных коммуникаций, что принесет явную экономическую выгоду многим странам региона. Это заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе, разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Новчеванской автономной республикой Азербайджанской. Также республики Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран, также через Новчеванскую автономную республику мы будем иметь выход на турецкий рынок и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся. То есть это заявление открывает огромные перспективы. Также Ильхам Алиев отметил перспективы и экономические планы Азербайджана на будущее, а также важность стратегического партнерства России и Азербайджана в гуманитарной и политической сфере. Что касается двусторонних отношений, несмотря на тяжелый год, связанный с пандемией, у нас все-таки спад товарооборота не очень значительный. Уверен, что в этом году мы это все компенсируем. И очень большая, обширная повестка дня, в том числе в экономической сфере, политической сфере давно уже Азербайджан и Россия стратегические партнеры. И активное участие России в прекращении войны, а также в миротворческой миссии говорит именно о том, что это отношение стратегического партнерства, долгосрочное, которое имеет очень хорошую динамику. Вы отметили о гуманитарном сотрудничестве между нашими странами. Оно всегда отличалось большой искренностью, эффективностью и также нацеленностью на конкретный результат. Ну и по всем другим сферам мы настроены на очень эффективное сотрудничество в этом году и в последующие годы. А ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась. Я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября, тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении. Еще раз спасибо за приглашение и за эту инициативу. Продолжение следует...